Приморский адмирал одержал вторую домашнюю победу подряд. Подопечные Александра Андреевского обошли гостей из Сочи со счетом 1-0. Единственный гол принес морякам 3 очка. До этого матча команда уже встречалась в текущем сезоне. 10 сентября на льду противника моряки уступили 5-6. Сегодня же адмиралу удалось взять реванш за сентябрьский проигрыш. Правда, не с таким крупным счетом. Подопечные Александра Андреевского выиграли, запросив всего одну шайбу, но они позволили сделать это противнику. Очень тяжелая игра, особенно третий период. Соперник оказал такое хорошее давление на нас. И я тоже благодарен ребятам, что они выдержали этот напор, этот натиск. Как можно разбить этот наперед, да, так вроде только-только начали приходить себя, тот раз удаление опять. И соперник все время практически играл в нашей зоне, там и вратарь нас оставлял пару раз в игре. Поэтому всех с победой. Здорово, что сыграли на ноль. Еще раз ребятам огромное спасибо за самопередность. Первый единственный гол оформил Роберт Сабболич на самом старте игры. Он распечатал ворота Сочи с передачи Джонатана Блума на третьей минуте первого периода. Пробить оборону приморцев гости до конца игры так и не смогли. Правда, и адмирал не смог увеличить разрыв. Хотел бы поблагодарить ребят за ту волю, за ту характер, которую они провели в сегодняшнем матче. После всех наших народных происшествий. Действительно, было нелегко, но тем не менее, мы сегодня показали очень достойную игру. Если в предыдущей игре мы потеряли очки, благодаря, наверное, своим усилиям, в кавычках, если так можно назвать, то сегодня мы за счет, вообще по содержанию игры не добрали этих очков. Команда «Сятелинка» с победой. Вторая домашняя победа принесла команде еще три очка. Таким образом, за сезон моряки уже набрали 21 очко. Теперь «Синебелый» располагается на 11-й строчке Восточной конференции. В предстоящую субботу команда проведет еще один домашний матч. Адмирал сразится с московским «Спартаком». Первое футбольное противостояние Владивостока и дебютанта Лиги Тамбова состоится в эту субботу, 8 октября, на домашнем стадионе «Динамо». Начало матча в 19 часов. Обслуживать эту встречу будет судейская бригада во главе с 34-летним арбитром из Улан-Удэ Романом Галимовым. А между тем, после прошедших 15 туров «Луч энергия» имеет в своем активе 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям Краснодарскую Кубань. На счету Тамбова сейчас 18 очков, и он располагается на 11-й строчке. Медалистки Кубка России по самбо, который проходил в Кстово с 30 сентября по 4 октября, вернулись в Владивосток. Золото национальных соревнований завоевала представительница СК-мастер Ольга Витцина. Серебро Кубка привезли ее сестра Юлия Витцина и воспитанница ЦСП Амазонка Анастасия Храмова. А бронзу в копилку региона добавили студентки ДВФУ Дарья Вериденко и Оксана Лукинчук. С общими результатами в 25 очков Приморский край занял первое командное место. Остается добавить, что четырехдневный Кубок России по самбо объединил в Кстово более полутысячи спортсменов, в числе которых были как молодые бойцы, так и титулованные самбисты. Неоднократные победители и призеры международных соревнований. Анастасия Крику, новости спорта на восьмом.